14 мая 2022 года Центр Турмалин и Инклюзивный культурный центр Тверская 15 приглашают вас принять участие в научно-практической конференции с опорой на семью. Комплексная помощь семьям, где проживают люди с ментальной инвалидностью при поддержке благотворительного фонда Абсолют Помощь. Рассказываем про наше впечатление про научно-практическую конференцию под названием С опорой на семью, которую проводили Инклюзивный культурный центр Тверская 15 и Центр социальной реабилитации Турмалин. Нам эта тема близка, потому что мы особенная инклюзивная семья. Я инвалид второй группы по энцефалопатии. Мой муж сопровождающий. Мы участвуем в разных мероприятиях на тему социальной реабилитации инвалидов. А еще мы блогеры, семьеведы, любители, и нас интересует все, что касается темы семьи. Кстати, наше блогерство – это тоже часть социальной реабилитации. Мы сначала ходили в инклюзивную театральную студию, потом поняли, что максимум, что там возможно, это все время простоять в массовке на чужих спектаклях. А блогер – он сам режиссер, сам сценарист, сам журналист, сам в главной роли. И просмотры блогера зависят только от его таланта. Оценивать мероприятия мы будем в сравнении с другими мероприятиями на тему социальной реабилитации и инклюзии. Понравилось удобное расположение и удобное помещение. Рядом с метро удобно доехать в центре Москвы. После мероприятия мы хорошо погуляли. Здесь оценка максимум из возможного. Потому что постоянная беда подобных мероприятий – это или комната на 10 человек, в которую затолкали 30, одна туалетная кабинка на всех, или в огромном храме наставили скамейки без спинок, там сплошные сквозняки, чай налили в пластиковых стаканчиках, но нету столов, с которых эти стаканчики пить, и нету туалетов, в которые этот чай слить после того, как он пройдет через организм. Лучше по оснащенности только мой социальный центр, но он проигрывает по расположению. По приглашенным и докладчикам. Количество пары десятков человек-участников, с одной стороны, это немало, с другой стороны, это не слишком много, так что все могли высказаться, задать вопросы, пообщаться друг с другом, познакомиться, поучаствовать в психологических тренингах и арт-терапии. Люди пришли компетентные в рассматриваемых вопросах. Мы сами гармонично влились в обсуждение поднимаемых вопросов. Доклады чередовались с перерывами и тренингами. Здесь тоже оценка максимум из возможного, так как часто на такие мероприятия приходят люди, которым нечего сказать конкретного, и получается встреча демагогов и попрошаек. То есть одни говорят всякие умные мысли, без возможности чего-то сделать практического, а другие говорят, мы делаем хорошее и доброе дело, дайте нам материальные блага, которые нам нужны. Здесь встретились люди, имеющие практические и теоретические знания по теме, и это очень ценно. По содержанию докладов. Темы раскрыты хорошо, полно, докладчики добросовестно ответили на вопросы слушателей, это наше субъективное мнение, объективнее должен оценивать профильный специалист. Педагога должен оценивать педагог, психолога – психолог. А мы блогеры, семиведы-любители, и можем только сказать, что нам, не специалистам, специалисты понятно объяснили, чем они занимаются, и какие у них достижения и проблемы. Мы даже узнали для себя нечто новое. Например, мы узнали про так называемые тренировочные квартиры и сопровождаемое проживание. А то мы смотрим американские фильмы и не понимаем, о чем это. Там инвалиды живут в хорошо обставленной квартире, к ним кто-то приходит, говорит о чем-то психологическом. И непонятно, это ради зрелищности из серии, когда у главного хорошего героя пистолет стреляет без перезарядки и без промахов, или что-то имеющее под собой реальный прототип. Оказывается, действительно, есть такая штука. Сопровождаемое проживание. Технология социального обслуживания, которая предусматривает инвалидам предоставление услуг вне стационарных учреждений по месту их проживания в привычной благоприятной среде. По раскрытию темы «Семья как опора» для чего-то революционного есть большое упущение. Не раскрыта тема специфики работы со взрослыми инвалидами, поэтому оценка – половина из максимума. К взрослым применяются кружки по рукоделию и психологические тренинги как для детей среднего школьного возраста. А взрослый человек имеет принципиально другие потребности, потому что он взрослый. Даже если он читает по слогам и плохо ориентируется в городе, взрослому человеку нужна личная жизнь, хобби, самореализация, независимость от родителей. Если же эти взрослые потребности не реализовать, то получается очень токсичная ячейка общества – старающая мать и взрослый несамостоятельный ребенок. И у каждого множество психических и социальных проблем. В такой семье, даже если изначально бы не было ментальных особенностей, то они со временем разовьются в худшей из возможных реализаций. На эту тему любят кино снимать про маньяков, где взрослый сын со старой матерью живет, оба психически ненормальные и социально опасные в меру садистских фантазий режиссера. Нам, как семьеведам-любителям, была бы интересна тема, как помогают взрослым инвалидам обостроить семейную жизнь. У нас полно довольно тяжелых инвалидов, которые вступили в брак, живут долго и, насколько возможно, счастливо, но создали семью не благодаря инклюзивным и реабилитационным мероприятиям, а скорее наоборот, вопреки им. Например, кто-то с ментальными проблемами помогает кому-то с опорно-двигательными проблемами. Они знакомятся, общаются и апгрейдят отношения до уровня вступления в брак. И люди с похожими заболеваниями вместе проходят лечение, там знакомятся, влюбляются, женятся. Мы планируем в своем блогерском творчестве и в дальнейшем касаться темы социальной реабилитации инвалидов и инклюзивных мероприятий. Ну, в общем, до свидания, подписывайтесь на нас, задавайте вопросы в комментариях и на прямых эфирах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!